Всем привет! В эфире Подсолнух и его ведущие Алена и Диана. Здравствуйте! Сегодня мы расскажем вам о том, чем занималась молодежь на прошедшей неделе. А начнем выпуск со значимого мероприятия. Со дня юмора и смеха. КВН в программе! Шесть команд клуба веселых и находчивых вновь на сцене Дома культуры Олимп. Шестой раз ребята встречают и радуют зрителей искрометным юмором, смекалкой и находчивостью. Пришла хорошо провести время, повеселиться, получить хорошие эмоции. Итак, произнесены стартовые слова ведущего и... Мы начинаем КВН! Первыми на сцену выходит команда Ленины. В клубе веселых и находчивых они играют не первый раз. И благодаря острому юмору и хорошему актерскому мастерству у ребят много поклонников. Что? Хватит, а! Что происходит? Ну-ка быстро все сюда! Кто взял в нашу команду этого ужасного гнома? Я вас спрашиваю, чего молчите-то? Берите пример с бальников. Ребята как? За благодарочку стараются. Благодарочка? Благодарочка? И сразу же. Случай в больнице. Девушка, девушка, можно мне печать по-быстренькому поставить? Мне тоже только печать поставить. Девушка, ну мне правда только печать поставить. Да тут всем только печать поставить. Стой в очереди. О, ну что там долго еще? Да не знаю, сам полчаса уже стоил. О, что ты так делаешь? Следующими на сцену вышла команда юниор-лиги «Нарушим тишину». Они, кстати, чемпионы прошлого сезона. В составе только девушки, учащиеся четвертой школы. Мама, что случилось? Можно я гулять пойду? Ты как шапку одела? Сейчас все так носят. Не так надо носить, вот так надо носить. Сути меня зовут Юляшка. У меня проблема одна. Прям большая, прям-прям проблема. Маленький словарный запас. О-о-о. Это точно не надо. О-о-о. У меня все, что надо. О-о-о, нет, ты повторяй одна. Люди в бабочках. Команда студентов филиала Мравленковского колледжа. Ребята не новички в играх КВН, но иногда их участники меняются. Так и в этот раз. На сцене как уже опытные игроки, так и те, кто играет в клубе впервые. Новости. Одна девочка, чтобы дочь спать по утрам, побрилась на лосы. Эгей! Новости шоу-бизнеса. Солестка группы Чири, Сергей Звеев, родные братья. Эгей! Новости в Губкинском. После приемки выполненных работ на дорогах города, комиссия сделала вывод. У нас хорошая свадь на дороге не валяется. Эгей! По регламенту выступление команд длится от пяти до десяти минут. У команды «Спортики» оно составило всего шесть минут. За такое короткое время ребята смогли достойно выступить. К слову сказать, в этом сезоне у «Спортиков» дебют. И, судя по реакции зала, вполне успешный. Ребята, а вы знали? Для того, чтобы закончить институт, нужно учиться, учиться и еще раз деньги. Как позже рассказали ребята, эта шутка была написана самой первой. Но и другие миниатюры, звучавшие со сцены, также удачные. Особенно хорошо воспринимались зрителями реплики о Губкинском. Ребята, а давайте расскажем что-нибудь о нашем городе. У нас настолько суровые светофоры, что рабочие уже третью неделю не могут понять, как они работают. Поэтому они их спиливают. Хорошее выступление было и у хорошей компании. Эта команда «Темная лошадка». Ее игроки всегда на сцене выступают в ростовых костюмах животных – белки и медведя. Покажите мне злость! А теперь страх! Я сказал злость, страх! Вот теперь покажи боль! Кстати, при выборе номинации «Приз зрительских симпатий» именно этой команде зал отдал больше всего голосов. Слышь, сироп! Синок! Синок недорого нужен, нет? Также новички в осеннем сезоне игр КВН – команда «ПСБУ». В этом составе ребята выступают впервые, что не мешает им довольно раскованно вести себя на сцене. Но это не помогло игрокам завоевать главную награду – диплом победителя. Мы знаем свои силы, мы знаем то, что мы немного дали слабинку. Почему? Потому что мы чуть-чуть были не так настроены. Правильный настрой – немаловажная деталь на пути к победе. Об этом знают и участники, и, конечно же, организаторы. КВН не стоит на месте. И каждая отдельная игра – это всегда новая ступень в развитии каждого КВНщика отдельно, и в целом команды, ну и, конечно же, движение у нас в Губкинском и на Ямале. В этом сезоне игра носит название «Запас прочности». После предыдущей встречи, которая состоялась в мае, прошло достаточно времени, чтобы ребята смогли подготовиться и достойно выступить, отмечают зрители. Девочки, четвертая школа, молодежь, молодцы, вообще очень сильно понравились, умнички, смешно. Новые шутки появляются, ребята же взрослеют все-таки, и получается их профессионализм становится все более и более на высоком уровне. Постоянно ходим на игры. И как вам, как оцениваете уровень? Уровень высокий, мне нравится, как выступают команды. Было очень смешно, шутки, я думаю, в зале всем понравились. Есть у нас и молодые команды, и более опытные, ну и все равно, как бы, в принципе, все равны на сцене. На сцене все равны, но выбрать все же нужно лучшего. Так как команды выступали в двух категориях, то, соответственно, и победителей тоже двое. В Юниор-лиге лучшими стали ребята, представлявшие команду «Ленины». А в молодежной лиге по итогам осенних игр КВН победителем стала команда «Хорошая компания». Диана, ты пьешь молоко? Конечно. Ведь оно, во-первых, полезное, а во-вторых, очень вкусное. А поделки из бутылок из-под молока ты делала? Да-да. Помни, когда мне было лет шесть, мы с родителями решили сделать кормушку для птиц. Вырезали отверстия, насыпали туда корм и на дерево повесили. В отличие от ребят из седьмой школы, оригинальностью подхода ты не отличилась. А ученики провели праздник молока. Выпив молоко из пластиковой бутылки, тару принято выбрасывать в мусорное ведро. И мало кто задумался, что из этой упаковки можно сделать много интересных, красивых или даже полезных вещей. Вот, к примеру, фигурка доктора. Ее сделал первоклассник седьмой школы Стас Иванов. Это был как ропот, но он доктор. И мама ему прицепила такой халатик. Я ему так рисовал кормщик, носик и котик. Кроме доктора, на выставке, которая организована в седьмой школе, еще много разных плакатов и поделок. Их сделали сами ученики. Правда, некоторым помогали их родители. К примеру, в этом синем замке живет король с королевой. Это работа Дарьи Ганджи. Я делала из бутылок и красок из-под молока. Мне помогала мама. У меня там еще и пастелин, и человечки были из двери. Все эти работы сделаны неспроста. Поделки из бутылок, плакаты, где нарисовано молоко и все, что с ним связано. А также праздничный концерт. Это очередное мероприятие, которое прошло в седьмой школе. Так весело ребята отметили День молока. На праздник пригласили представителя Губкинского молокозавода. Ведь всем известно, что каждый школьник в нашем городе ежедневно получает порцию свежего витаминизированного молока. Молоко обогащено витаминами. И молоко очень полезное. Там очень полезные кальции. На сцене ребята разыграли постановку. В ней они доказали, что в молоке действительно много полезных веществ. Главную героиню, матушку молоко, сыграла пятиклассница Арина Мусихина. Кроме пьесы, в этот день со сцены звучали различные песни. Ученики четвертого класса подготовили к празднику веселые частушки. Самые маленькие школьники тоже не остались в стороне. На День молока они исполнили песню из мультфильма. Песни, частушки, пьесы. Ученики седьмой школы основательно подготовились к мероприятию. Какой же праздник без танцев? Девочки исполнили танец витаминок. Я случайно, честно сказать, попал. Я не в то время за ней приехал в школу, но очень рад, что посмотрел этот праздник. Детям действительно интересно. В конце праздника для подведения итогов работ на сцену пригласили представителя молокозавода Елену Золину. Вы просто умнички. Вы знаете, мы сегодня были в таком дубике, мы не знали, кому давать призы. Потому что каждая подделка, вот как уже говорили, это на самом деле произведение искусства. Елена Юрьевна похвалила ребят за их творчество и вручила ученикам за активное участие в конкурсе поделок грамоты и приятные подарки. За коллективную работу ученики получили по мешку кукурузных палочек, которые они с удовольствием скушали все вместе. Также памятные призы получили те ребята, чьи работы оценили члены жюри и гость праздника. А самыми лучшими поделками были признаны жираф, кораблик и робот. Будьте здоровы! Заболела? Немного. Зима, что уж тут поделать. Чтобы не болеть, нужно спортом заниматься. Каким спортом, Диана? Я вот бегать люблю на свежем воздухе. А сейчас разве побегаешь? Сто метров пробежишь, задохнешься или замерзнешь? Не согласна. Бегать можно круглый год. И вообще, есть очень много зимних видов спорта. Евгений Бакиров тебе о них и расскажет. Интересно послушать. Всем привет! С вами Евгений Бакиров. За окном уже не первый день лежит снег. Поэтому, думаю, актуально будет поговорить о зимних видах спорта. Я расскажу о четырех. Уверен, что каждый человек должен заниматься хотя бы одним видом зимнего спорта. Вы спросите, почему именно зимним? Да потому, что он укрепляет иммунитет и защищает от простудных заболеваний. Итак, начнем. Первый вид – это лыжи. Это спорт – универсальный сжигатель калорий. Оно и понятно. Продираться сквозь бураны и завалы по лесу не совсем то же самое, что бегать трусцой по асфальтовой дорожке. Второй вид спорта – это катание на санках. Как все знают из детства, самое главное в санном спорте – не лихо скатиться с горы, врезавшись в березу, а затащить санки обратно в гору. И русская народная пословица о том же и говорит. Помните, любишь кататься – люби и саночки возить. Кстати, когда тащите тяжелые сани за собой наверх, то тренируйте квадрицепсы. Для тех, кто не знаком с этим понятием, поясняю. Это мышцы бедер. Третий вид спорта – это езда на сноубайке. Не слышали о таком виде спорта? Сейчас расскажу. Сноубайк – это такой велосипед. Его отличие от обыкновенного в том, что ездить на нем можно только зимой. Вам придется более интенсивно крутить педали, а значит мышцы получают большую нагрузку. Еще один момент. Если вам надо оперативно подготовиться к летним соревнованиям велосипедистов, то лучше сделать это зимой. Снежные завалы и сугробы прекрасно развивают чувство баланса и способность за короткое время развить скорость болида. Четвертый вид спорта – это бег. Ваше сердце определенно скажет вам спасибо за несколько километров пробега. Зимой это хорошо тем, что вашим мышцам приходится совершать дополнительные усилия, чтобы бежать по снегу. Им нужно будет напрягаться в разы сильнее, чтобы удержать тело в вертикальном положении, что способствует развитию мышц голени. А еще снижает риск сердечного приступа и болезни. В итоге, хотите быть здоровыми и хорошо развиты физически? Тогда занимайтесь спортом. Это все, что я хотел вам рассказать сегодня. До новых встреч! Нравится мне один проект. Называется «Минута славы». Вот смотришь и поражаешься, сколько талантов живет у нас в стране. Полностью с тобой согласна. А как много талантов учатся у нас в школах? А ты на что намекаешь? В четвертой школе прошел марафон талантов. Осенний звездопад. Там выступали и танцоры, и певцы, и чтецы. В общем, было очень интересно. Тогда смотрим! Принято считать, что звезды ярче сияют летом и зимой. Позволю себе не согласиться с этим утверждением. Побывав в четвертой школе на осеннем марафоне талантов, скажу, что там было довольно много ярких звездочек. Точнее, выступлений. Для названия у марафона в этом году соответствующие «Осенний звездопад». Это выступление десятиклассника Юрия. Молодой человек не только сыграл на гитаре, но и спел под ее аккомпанемент. Номер нашел своего зрителя. Ну, вообще, отлично, так это... Некоторые ребята хорошо выступили, некоторые не очень. А какой-то номер уже можешь отметить? Ну, на гитаре мальчик играл, вот мне больше всего понравилось. По полезу ребят пришли не только ученики четвертой школы, но и ее выпускники. Так, Савелий Сыропятов окончил основную школу и с удовольствием пришел посмотреть на выступления своих бывших одноклассников. Все сегодня нормально было, но пошло только по программе, чтобы очень дальше интересно. Активно приветствовали зрители и следующую вокалистку. Пятиклассница Лиза исполнила довольно сложное для своего возраста произведение. Но благодаря поддержке зала девочка справилась с сомнением и успешно выступила. Принять участие в осеннем марафоне талантов могли все учащиеся с пятого по одиннадцатые классы. Проявить свой талант школьники могли в различных направлениях. Организаторы провели марафон следующим образом. Вначале выступали музыканты, затем вокалисты, после были танцы и миниатюры, которые мы, к сожалению, не успели снять на видео. Продлагаем послушать папури. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Конечно, дети у нас очень талантливые и креативные, замечательные. Мы их очень любим. В завершение марафона лучшие выступления были отмечены специальными дипломами. Но самое главное в таком конкурсе – это не победа, а участие. Ведь здорово, что есть такая возможность продемонстрировать свои умения перед широкой публикой. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ